В Сургуте стартовала подготовка к строительству нового детского сада и это лишь часть большого проекта, победившего в федеральной программе современный облик сельских территорий. В рамках его реализации запланировано комплексное благоустройство села. Строительство детского сада на 170 мест, капитальный ремонт школы, котельная, которая будет отапливать полностью весь жилой массив с закрытием старой устаревшей котельной в районе хлебозавода. Здание детского сада возведут возле местной школы, на месте старой спортивной площадки. Недавно подрядчик приступил к ее расчистке, вывозит снег и все скопившиеся там отходы. Мы получили разрешение на строительство на этот объект, расторговали этот объект, заключены муниципальные контракты. На сегодняшний день ведется подготовка территории, выделяется охранная зона, проводится ограждение, чистится снег и приступаем уже к началу сельтомонтажных работ. Начинаем копать котлованцы, заливать фундаменты. Воспитанниками нового дошкольного учреждения станут юные жители Сургута, которые сейчас посещают два имеющихся в селе детских сада. Помещения, в которых они располагаются, не соответствуют современным стандартам. Вот эти два детских садика будут переведены в новый, вновь построенный детский сад. Детский сад на 170 мест, с ясельными группами, с благоустроенной территорией, с достаточно хорошим оснащением по оборудованию максимально, что у нас получилось включить в проектное решение. Происходящие перемены стали самой обсуждаемой темой для жителей села. Большинство из них не сомневается в необходимости строительства нового дошкольного учреждения, но кому-то жаль старой спортплощадки. Такое хорошее поле ликвидировали. Школьные куда теперь бегать будут, ребята. Я лично сам на лыжах тут хожу по стадиону зимой. А что плохого? Хорошо. Детский садик. Чтобы было куда водить. С 1 апреля начнется и ремонт школы. До 1 июня строители планируют завершить начальный блок внутренних работ. А к 1 сентября объект должен быть полностью готов к новому учебному году. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».